Всем привет дорогие друзья, с вами Xanazos и сегодня мы будем выяснять, кто же сильнее 1 на 1 на речке. Да, друзья, это новая рубрика и поэтому, друзья, рекомендую вам подписаться и поддержать эту рубрику лайками, а именно 500 лайков хотя бы для того, чтобы я понял, что это вам заходит. Суть рубрики, друзья, это выяснить, какой герой является самым сильным героем в доте. Многие утверждают, что это Войт, но я думаю, что на Войда найдется какой-то контроль. Давайте это проверим, друзья. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Зарубы в 1 на 1 и сегодня я это, естественно, буду делать с Антонием. Антоха, здорово! Здравствуйте всем! Вот, Антоха у нас уже здесь, друзья. И что ж, хотелось бы пробежаться сначала по правилам, которые у нас будут в 1 на 1. Вообще правил как таковых нет, но они есть, друзья. Будут проводиться все эти зарубы в две стадии. То есть, первая стадия это будет 5 раундов таких стартовых, закуп не больше чем 6200 и левел не больше чем 12. Ну а там может быть чуть-чуть, будем чуть менять, там может быть закуп чуть-чуть подороже будем делать, но это уже посмотрим по ходу дела. И 5 раундов так отыгрываем и выясняем, кто на какой, так сказать, стадии будет сильнее. Ну и вторая стадия у нас будет, это когда мы уже будем закупаться на фулл айтемы и будем на 25 левелах. И посмотрим, какой же герой сильнее. Конкретно сегодня мы решили с Антохой выяснить, какой герой сильнее. Найкс или Мартретка, друзья. Ну что ж, давайте уже, наверное, посмотрим. По правилам, как бы, мансовать Антоха можно, короче, по речке, чё как хочешь. Но нельзя выходить... Смотри, вот, выйди где примерно... Нельзя выходить за вот это, вот цемки стоят у меня тут на хайграундах, за эти. И подниматься на хайграунда тоже. В Рошана нельзя заходить. Ну и здесь тоже, как бы, ну, вот так вот это максимум можно пройти. В общем, это дефолтные такие правила. Один на один на речке, так сказать. Эй, ракс, засал. Ну и руны, конечно же, брать нельзя. А то я, представляю, я уже начинаю просирать. Я такой, о нет, руну, руну быстро брать, в инвиз уходить. Инвиз как раз, кстати, был. Да, да, вот. И, в принципе, это и все правила. Как бы, мансовать можно, чё хочешь, можно делать. Ну и, наверное, что ж, приступим. Как говорится, выпускайте рачка, да. Что ж, поехали. Первая заруба. У меня худо выключены. Правой кнопкой сейчас бы не нажать на... Ну давай, я отойду. А! У меня худо выключены. Слушай, ну ты, походу, мне просираешь, да? Да. Ля, какие промахи. Ох, крит какой. Ну нормально. Ля, я сейчас худо включу. Ну, это первая такая драка была, друзья. Как видите, найкс вроде справляется, но немного не хватило. Давайте посмотрим второй раунд. Так, друзья, наступает у нас второй раунд. Ранней стадии. Поехали. Выпускайте рачков. Поехали, Антоха. Так, руны не брать. Ля, как ты нарезал меня уже. Я вообще не попадаю в бандаж, смотри. Ля, жесть, ты че так рубишь? Это издевательство. Так, ну-ну-ну. Я переорвлетел, понял, но не хватило урона. Ля, ну вообще, когда промахи, вообще хрен попадешь. Жесть. Давайте третий раунд, поехали, друзья. Ну что ж, друзья. Немного поменяли мы билды. Не знаю, БМ мне вообще, в принципе, не помогает. Есть такая вероятность, что он может как-то, ну, случайно неосторожничать, критануть в БМ. Но как бы не прокатило. И к успеху это не привело. И немного Антохи тоже поменялся билд. Дособирал он. И я решил тоже взять доминатор. Попробуем, может быть, как-то на ластилах попробуем его убивать. Не знаю. И next round, наверное, тупо купим МКБ и попробуем как-то так убивать. Потому что это невозможно. Просто не попадаем. Ну что ж, Антох, ты готов? Я готов. Давайте, выпускайте рачков. Поехал. Ля, сразу баш. Пошел. Промах, промах. Да, ну я вообще не попадаю. Походу, это вообще без шансов будет. Просто нарезает. Так и должно было, по идее, происходить. Да, просто нарезает. Вообще не попасть. Надо мне сейчас еще левел ап. Один апнуть. И поедем. Сейчас четвертый раунд. Гоу. Итак, друзья. Идет четвертый раунд. Я немного решил поменять билд. Я купил тупо МКБ, потому что, ну, не получается по ней попадать. Первый раунд был очень близок. Второй далеко. Третий вообще далеко. Но сейчас, наверное, дело совсем по-другому пойдет. Если только он не начнет жестко мансовать. И как-то... Мои ставки. Мои ставки, мне кажется, шансы есть. Но все равно ты можешь выиграть. Ну, давай проверим в деле. Давай, поехали. Выпускайте рачков. Да подожди, куда у меня Найкс пошел. Короче, автоатака выключена же. У меня Найкс пошел гулять. Да, походу, ну, тут изи будет. С моей стороны. Если такой у тебя еще не начнет прокать. Неистово. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Стой, хорош. Ну, как видите, с покупкой МКБ все же Мартретка просирает. Но были шансы. Я забоялся, что ты меня сейчас убьешь, когда Баш вылетел. Если бы вылетал тупо Баш Крит сейчас жестко, то мне кажется, у меня шансов все равно не было бы. Ну, вероятность этого была крайне мала. Да-да. Ну что ж, друзья. И остается у нас пятый раунд. Сейчас Антоха тоже, наверное, поменяет билд. Ну, а я пока оставлю такой неизменный билд. Друзья, поехали на пятый раунд. Не знаю, работает где. Ну, посмотрим. Но это пятый раунд. Такой заключительный с этими артефактами. Которые сейчас. А Next там уже по... Манта. Сейчас полетит еще защита. Защита. Ring of эти. Протекшены, да? Жесть. Ну, мне кажется, у меня мало шансов сейчас. Потому что ты сможешь ванды, во-первых, скинуть. А-а-а. Ну, мне... Ты плачешь себе после 12-го левела еще в обилку. Два очка в бухе, мол. Я... У меня вкачен первый, второй, третий. Я ульту вообще не качал. А-а. Я просто в Phantom Strike не вкачу специально. Буду у меня 12-й. А-а-а. Ладно, включаю. Вкачивай, вкачивай. Все, по-честному. Что ж, друзья. Друзья, наступает у нас пятый раунд. И как вы можете увидеть, у Мартретки у нас появилась манта. Появляется армор. Очень много вот таких неприятных моментов. Да, не могу кикнуть. И хз, что мы сейчас будем делать с ней. Но попробуем что-то ей предъявить, друзья. Поэтому, ну что ж, начинаем пятый раунд. Что, выпускайте рачков. Поехала. О, вот это настоящий. Я сразу дошел. Не знаю, почему он дох. Так получилось. Так получилось. Ну, ладно. Ну, все-таки. Даже вот, несмотря на то, что... Ну, мне, по сути, сейчас повезло, получается, или нет? Ну, не знаю. Может быть, герой сам автоматически как-то. Ну, если честно, у меня герой, да, как будто сам начал бить. И, короче, ну, тут такая тема. Мне кажется, все равно, даже с мантой, там, мало что это может решить. То есть, я бы мог понять, что там... Секунды две-три точно я бы потерял. Может, этого и хватило бы, чтобы меня убил. Но, все-таки, МКБ делает свое дело. Да. Да, и, кстати, знаешь, в чем прикол? Я ванды не кидал до того... Ну, ты понял, да? Чтобы манты ты не скинул. Вот, как бы, ну, такой смысл. Ну, ребят, что ж, это было такие пять раундов стартовых. Сейчас мы будем уже на фулл затарах долбиться и посмотрим, кто же у нас будет сильнее уже на такой лейт стадии. В начальной стадии Найкс, конечно, очень сильно уступает из-за того, что у него нету МКБ, друзья. И, как видите, это полностью доказано. И, мне кажется, стоит уже приступить к более серьезным айтемам. Ну, и что ж, Антох, вторая стадия. Поехали тогда. Закупаемся. Так, ну что ж, готовимся. Итак, друзья. Первая драка второй стадии. На фулл айтемах, на фулл левелах. Сейчас Антох левел 25. Посмотрим, кто у нас, какой герой сильнее. Мартретка или Найкс при таких айтемах. Айтемы мы сможем чуть-чуть позже поменять. Будет даваться пять раундов, опять-таки. Ну, и посмотрим, кто же кого победит, друзья. Че, Антох, готов? Да. Давайте, выпускайте рачков. Поехала. Бля, как нарезает. Я вообще, у меня просто в башине вышел. Жесть. Да, это было неожиданно. Да. Гоу, знаешь, что сделаем-то, да? Я немного пересоберусь. Тоже хочу уравнять шансы. Я совсем забыл про такой предмет, красный, как сатаник тоже. Поэтому я его надо. Вместе красного, ты его... А я про битл забыл. Поехали. Жесть. Вот это ты меня отмудохал. Так. Ну, она способна, как выясняется, его просто за баш слить. И найт не успеет даже прохилиться. Так. Сейчас... Ты уже готов, да? Угу. Сейчас я прописываю арты. Так, и что нам нужно еще? Хорошо. Жесть. Жесть. Я просто в шоке. Я ничего не успел сделать. Ну, сейчас совсем должна быть ситуация. Сейчас ты меня гарантированно забашешь. Ты с критами, там с МКБ, обеселомался тоже у меня быстро. Так, ну, сейчас рестница у меня герой. И... Погнали. Я другого просто создал. Того оставлю. На побегушках. Ну, я не знаю, тупо на атак спид, но это потом поменяем, если что. Посмотрим. Что, ты готов, да? Да. Так, друзья, второй раунд. Поехали, Антоха. Выпускаем рачков. Поехали. Ах. Ну... А, ты знаешь, в чем прикол? Что? Почему я сейчас задох так визи? Потому что... Я ни одной способности не вкачал это новый нафиг. Я думаю, где рейдж, где все такой... Так, он был не готов. Я думаю, почему ты просто бегаешь? Давай, сейчас второй раунд пройдем. Это же второй был, да? Ну, типа, да. Не считается. Жесть. Там 4300 критер. Так, ну что, давай. Готов ты, да? Да. Так, друзья. Второй раунд. Ну, это второй раунд, друзья. Готовимся. Закупились мы такими артефактами. У Антохи, конечно, все очень дерзко. И посмотрим. Бля, у тебя все есть. У тебя урон, статы. У меня что-то как-то все скучненько. Ну, давай посмотрим. Выпускайте рачков. Поехали. Давай. Ля. Обисал. Вообще, по-моему... Даешь и все. Вообще без шансов, по-моему. Я хз. Ну, блин. Давай сейчас третий попробую. Ну, когда вот с такими артефактами, да. Вот, ну, по-против. Я просто закончил найк. Я не знаю, это жесть. Я просто не могу тебя слить. Надо тебе что-то конкретно... Э, это кираса, ну, не знаю. Бровь более командный предмет. У нас ничего никакой. Ну, кираса, нет. А что мне на армор? У тебя 4к, крит. Ты смотри, учитывая то, что у меня не к МКП, ты можешь попробовать взять промысел. Не знаю, может бабочку. Ну, вот это контрартефакт. То есть, мы же в этом формате все снимаем. Ну, да. Бабочку попробовать. Ну, давай тогда молнию в помойку, бабочку пропишем. Так. Сатан. У меня шарда нету. Так вот сделаем. Так. Что там у тебя? Ты пересобираешься или... Нет, меня все устраивает. Так, ну что, друзья. Поедем сейчас в третий раунд. Не знаю, Найксом всираем абсолютно. Попробовали сейчас контрпикнуть бабочкой, потому что у него нету МКБ. Посмотрим, что выйдет. Я, если честно, немного недоволен Найксом тем, что он вообще никак не вывозит. У Мартретки, посмотрите, у нее есть статы, у нее есть урон, у нее отличные криты, и вампиризм, у нее есть все абсолютно. А я, не знаю, как-то пытаюсь собраться вроде тоже по правильному. То есть, МКБ, армор против нее, крит, чем сливать и сатаник, то есть, чтобы отхиляться, возможно. Но все равно не вывозит, Найкс, эти, такие наплывы критов, демиджей. Ну и давайте, поехали. Это у нас уже четвертый или третий раунд, Антоха? Сейчас будет третий. Третий раунд. Да, третий раунд, друзья, и поехали. Давай, Антоха. Вот этот настоящий. Для сатана. Вот у меня фулл хп были. Ну, один крит и все. У меня было фулл хп просто. Я улетаю в баш, забисала. И все. И у меня тупо улетает герой. Я даже... Меня свитит еще до того, как я это все прожал. Вот там, в начале. Если бы я вот не успел это прожать, там чуть больше критов может выпало. Может быть, и... Ну, видишь, вообще как-то, но не вывозится. Вашпи. Вашпи. Я думаю, что вот в таком случае просто то, что если бы я сейчас проиграл, я бы тоже закончил твой... Твою бабочку МКБшкой. Ну, с промахи меня вообще не спасают. Вообще. Ну, это все очень рандомно. Так, в общем, смотри. Я тогда немного пересоберусь. Попробуем что-то. Ну, попробуем таким айтемом. Но, хз, мне кажется, шансов не будет. Все равно. Ты, может быть, меня просто не выпустишь. Да, посмотри. Ты знаешь, что бы тупо в дамаге. Ты можешь даже три раз заменить на что-то более дамагище. Я вообще не переживаю. В теории, да. В теории, да. Так, ну, на что-то, да. Написал, у меня есть. Я, в принципе, я такими артефактами, думаю, вывезу. Ну, давай. Через хекс. Ну, что ж. Давай тогда. Это четвертый раунд. Ребят, пробуем четвертый раунд. Потому что, ну, как-то вообще не вывозится. Попробуем просто расконтрить ее с помощью хекса. Не знаю. Там посмотрим, что выйдет. Что, выпускайте рачков. Поехали. Ох, щит. Алло, у меня герой бегает просто. Понял? Я таргет потерял после создания манты. И все, я не могу. Ты меня за секунду убиваешь. Я решил это сделать до того, как на меня ванзить. Так, я вообще не могу. Не успеваю я на тебя нажать просто. Просто сразу манта. Там идет абиссал. И все, и до свидания. Просто там такие криты нереально. Четыре с половиной. Ладно, это просто я не доконтриваю в теории. Пофиг. Так, ну что, тогда давай пятый раунд. Попробуем. Давай, пятый раунд, Антох. Ты готов? Я собрался. У тебя тот же билд? Не знаю, не могу. Я не успеваю на тебя просто нажать. Надо сейчас быстро нажать. Ты готов? Да. Выпускайте рачков в пятый раунд. Стой. Нет. Я попал? Я попал? Да. Наконец-то. Радости у меня полные штаны. Блин, ну типа тут такая тема. Кто ловче получается, тот успевает убить. Вот я, если не успеваю нажимать кнопки, я тебя не убиваю. Ну, типа смотри, что получается. Получается, Найкс у меня вообще в принципе в ноль проиграл за эти 10 раундов. Единственное, что мне может помочь, это тупо если я тебя успею переконтрить. Тупо Хиггсом и Абиссалом. Ну тут я уже тоже, может быть, законтрить твой контроль, твои выживаемости. Я бы рапирую к ним, а вдруг продовольствую. Давай попробуем, Антох. Вот 5 раундов мы отыграли, 5 тех, 5 тех. И в обоих случаях, в двух вот этих стадиях, Найкс, конечно же, проиграл тем, что тут зависит именно от контроля. То есть, если бы я собрал Хиггсы, возможно, было бы все намного лучше. То есть, в теории, у Найкса есть шансы, но при определенных контрартефактах. И так же и у Мортредки есть. Да. Попробуй сейчас твою контроль закончить своей контроль. Да, вот давайте. Ну сейчас тупо вот эти раунды отыграли, и сейчас пойдут уже поверх десятого. Тут уже отчет не будем вести, будем просто долбиться, друзья. Поехали. Если я успею на тебя накинуть, видишь, я рейджем... Рейджем ты не блинканулся, тебя приходит, ты не мансовал, ты просто побежал. Я могу, да потому что ты успел, ты сразу кинул рейдж сюда, то я... Блинканулся, да. Я могу просто в теории вообще даже... Не закидывать дайгер, просто прогиб. Не подходить к тебе там в какой-то время. Ну типа да. Ну ты пошел, видишь. Но тут по правилам ты можешь делать все что угодно. Мансовать там. То есть, как бы пользоваться этой темой тоже. Да, у меня еще есть дилемма. Можно юзать не сразу манту, или когда ты кинешь... Ванды. Вот вот этот... Ну мне кажется, профитнее было бы юзануть манту, чтобы сбить с меня таргет и забашить. Да. Понимаешь? Узываемости вообще нет. Да. Ну что ж, давайте, поехали. Тестовые раунды. Выпускайте рачков. Поехали. Для сразу забашила. Вот. Вот типа того. Вот типа у меня, понимаешь, у меня такие артефакты, которыми... Если я нападаю первый, то я в принципе должен выиграть, да? А давай такую ситуацию сейчас специально создать феномен. Вот. Давай попробуем. Давай тогда, получается, я первый нападу. Смогу ли я тебя просто слить за контроль за это? Ну я прыгну на тебя, но я не буду нас оправдывать. Давай. Ну я... Давай. Башка. Бля. Это жестко. У меня... У меня герой сам ударил, Антоха. Он сам бьет. Ты прикинь, вот если б не эта пичка, я б на тебя кинул, описывал и сатаник поражал. А почему он бьет на стоянке? Я не знаю. Он, короче, ближе стоит иллюзия, но он развернулся и ударил твою мартретку. Окей. Давай сейчас еще раз сомневеним. Давай. Давай вторую кирасу. Не пробивашка, да? Да, типа того. Так, ну что? Ты готов, да, полностью? Ты на меня попадешь. Я прыгну, но я не буду жрать. Ты на меня встивай сразу. Что-то как-то попахивает подставой какой-то. Нет, мы уже с ним допустим, что я так буду, что-то. Ну давай, давай, поехали. Выпускаем рачков. Ля, вот шансов вообще почти нету, когда у меня персонаж просто в баше стоит. Смотри, вообще никак не дает развиться какой-то по выживаемости. Кирасы? Да. Вообще нет. Если кираса заменил на скаде, по надежде, что это будет лучше. И вообще, и криты, и пробивание жесткое. То есть, получается, я тебя тупо за контроль убиваю, как и ты меня. Да. Получается, шансы равноценные. Но если я выкину МКБ, то мои шансы пропадают. В ноль. Да. Ну, хз. И все же, знаешь, если уже говорить про реалии игры какие-то, там совсем другая ситуация. Да. Ну, так вывод. Мы уже сделали вывод. Мы-то 10 раундов отыграли. Да, вывод. В ранней стадии Найкс в любом случае просрет Мартретки. Тупо, если там Мартретки максимально жестко повезет, она может проиграть Найксу. Тупо, если, ну как, в кавычках повезет, друзья. Надеюсь, вы поняли. Если у нее не прокнут промахи, так сказать, так как нужно, конечно же, такая тема. Ну, у Мартретки и так промахов там 50%. Найкс не в состоянии ее, в принципе, убивать, пока не будет у него МКБ. Ну, вот, как бы такой смысл. В Лейте же, конечно, совсем другая история. Если есть какой-то контроль на Найкса от Мартретки, то, в принципе, Мартретка изи справляется. И Найкс также может изи справиться. В принципе. Ну, я считаю, что он не будет таким, вот как ты сейчас его показываешь в Лейте. Да, да, да. Если только у Лейтки этот контроль пережить как-то там. То есть там не будет... Мартретка в любом случае его переживет, потому что у нее есть блинг. Это как минимум. У Найкса таких возможностей не будет. И Хикса там никакого не будет от Найкса. Да. Если даже не будет, то у Мартретки будет там по стандарту, скорее всего, БКБ. И она будет прыгать под БКБшки на него. Тем более. Ну, и получается так в любом случае, что Мартретка сильнее Найкса. В Лейтгейме. Ты, ну, ты считаешь так? Я считаю, что да. Ну, и получается... Я как бы, я не парюсь. В Лейте, да. В ранней стадии, если Найкс... Найкс, мне кажется... Блин, ну вот я не знаю. Тут как бы... Найкс может ее перефармить? В теории. Мартретка более... Такой более герой, который способен на ранних стадиях лучше драться, чем Найкс. Она может его этим перефармить. И она может его убивать легко. Она в теории может его и перефармить. То есть, у Мартретки есть все шансы в Лейтгейме... То есть, даже не доводить до Лейтгейма выиграть игру против Найкса. Правильно? Даже если доведется, все равно не факт, что Найкс ее выиграет. Да. Что Найкс ее выиграет. Ну что ж, еще один раундик. Так, я тогда... Ну и как мы? Ты опять на меня нападаешь? Смотри как сам. Давай чисто по дефолту, дефолтный мувы, попробую камбэкнуть как-то. Давай я тогда обратно ставлю себе скайдинг. Бери, что там хотел. Ты готов? Все, да. Поехали, выпускайте рачков. Оба, 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 оба. Не мансуй только, пожалуйста. А вот этот настоящий, я увидел отхил. Ля, жирная, жирная, жирная. Ой, только не сатаник, пожалуйста. Нет, только не сатаник. Жесть. Только не сатаник. Ля, ну вот не успел, вот не успел целить, скайдинг сейчас помогло. Даже профитнее было, мне кажется. Угу, согласен. Давай еще раз с таким же билдом и на этом, наверное, закончим, да? А-а-а. Что ты решил? Выпускайте рачков, поехали, Антоха. Что происходит? Подожди, вот этот настоящий. Подожди, 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 дадай захексить. Да что за баши такие? Я там понял, шесть этих героев, я все, контроль потерял, там ничего не понятно. Но это уже поинтереснее, да? Ну да. Тоже решил подобрать. Манто тоже хорошо помнить моду, но не так, как в Манто, он помнит найк совсем. Да. Но я в теории мог успеть нажать. Просто забаршил сразу и гг. Давай, еще один раунд такой же. Готов? Готов. Выпускайте рачков, поехала. Бля, вот этот настоящий, вижу его. Хекс, дай ему. Иллюзия 2800. Ну, вообще без шансов, по-моему. Я тупо вот, знаешь, хекс, в кого вот нажать хекс. У тебя, знаешь, более как-то примитивно тем, что тебе просто нужно бить, а мне нужно что-то нажимать. Так, не убей. Да, то есть, ну такое. Ну, в общем-то, в ноль вообще проигрывает найкс. То есть, шансов вообще нет у него. Тупо тут, мне кажется, что не собери, тут вообще в ноль. Она просто критует по 4,5 и шансов нет. Реально, баш крит, все, до свидания. То есть, найкс вообще не вывозит. Ну что ж, давайте пожмем руку победителю. Ты где победитель? Ты на хайграунде? Подожди, не надо. Ты шо, ниш? Не шути так. Дай тебе руку пожать. Да, вообще шансов нет у вас нет. Че они сделают? Тут даже, блин, вот реально, вот эти артефакты, которые даже направлять хекс, они просто не помогают против нее. Друзья, в общем, вы все видели сами, судить вам. В общем, получается так, что Мартретка в любом случае убивает найкса в лейтгейме. В начальной стадии найкс сможет ее убивать, только если у него будет МКБ. Потому что Мартретка, пользуясь промахами, вообще ничего не позволяет сделать найксу. Найкс не отхиливается, найкс не дамажит, найкс ничего не делает. Но в лейтгейме, как видите, Мартретка, безусловно и бесспорно, получает первые места победителя. Друзья, сегодня у нас Мартретка в любом случае побеждает нашего крипочка. Антох, ну, твои пару слов, очень важно. В принципе, я доволен результатом, потому что, может, и я люблю играть немного больше, чем найкс, поэтому я рад, что побеждает тут она. Ну, мне кажется, в теории она и, реально, она посильнее будет, чем найкс. Конечно. 4.800 криты, это не шутки. Это не шутки, ребятки. В общем, друзья, вот такой вот у нас первый выпуск. Я надеюсь на то, что вам этот выпуск понравится. Несмотря на то, что были недоигровочки, недоконтролечки. Но тут получается так, что кто кого быстрее, в принципе, каким-то артефактом, дизейблющим законтрит, тот, в принципе, и может выиграть. Но это не всегда прокатывает, уж поверьте, не всегда. Потому что криты, Мартретки, это очень страшно, друзья. Ну, и надеюсь, в общем, что этот видос понравится. Поставьте лайк обязательно. Я посмотрю по вашей активности и посмотрим, сколько ребятам вообще, ну, с каким ребятам вообще зашла эта рубрика. И будем продолжать, если вам нравится. И напишите обязательно, кого бы вы хотели next-ом увидеть. То есть, может, там кого-нибудь Слардар против Войда или там Войд против Фантома. Обязательно, ребят, пишите. Ну, и Мартретка у нас, так сказать, в списочке, которая будет в конце продвинеться немного вперед. Найкса мы отставим в стороночку. И Найкса можно будет потом зарубить еще с какими-нибудь персонажами. Да, Антоха, я думаю? Типа в сетке проигравших? Да, да, Найкс остается. Ну, Найкс у нас будет с галочкой проигравшей Мартретки. Будем делать небольшую сеточку. И потом будем, так сказать, лучших героев между собой стравливать. Я думаю, это будет прикольно. Как думаешь? Неплохо, да. Ну, вот так вот, как-то, друзья. В общем, на этом все, друзья. С вами был Ксен Азас, Антон Триберг. И до скорого. Всем пока. Ну, и надо какую-то речь толкнуть. Конечно, такое, что все же Найкс не вывозит. Да, вывод такой. Ха-ха-ха. Крепот. Чисто крипочек. 2 800 крит. Ак田. Акта. Как? Продолжение следует...